Дать себя здорово, это правильно? Нет, то есть у него уже есть другое состояние, которое где-то называется вред, болезнь, где-то оно называется не здоровье, а мы это с вами назовем, где, в тот самый промежуток, где мы ему можем помочь. А если мы поговорим с человеком, у него оказывается вот это состояние, где мы его можем помочь, начинается, может быть, от жительства, знаете, сколько наших детей, да? Вот Дина вчера рассказывала, наш бизнес, это бизнес-история, вот рассказываете ее историю, человек с математическим мышлением, или, как бы, никому не доверяющим, кроме того, у кого вот получил диплом врача и так далее, и вдруг поняла, что оказывается, все может сделать по-другому. Это же ее, это шикарная история, пользуйтесь этим инструментом. И ее ребенок вылечился тогда, когда врачи отказались, потому что бывает такая ситуация, когда, да, люди бегут к врачу с любой жалобой, и ради бога, и на здоровье, и хорошо. Мы сюда, в эту область, когда врачи действуют, мы не вмешиваемся, почему, назначают, мне кажется, мы не отменяем, назначают операцию, ради бога, да? Это будет и ваше решение, и решение врача, мы ничего здесь не делаем, это сфера врача. Мы действуем вот здесь, но человек приходит к врачу с жалобой, его обследуют, и говорят, у тебя по анализам все нормально. А человеку? Плохо. Кто может ему помочь? Корабло, плохо, краски, даже кошки поняла. Вы понимаете, в чем дело? То есть, это, опять же, психология, да? Немножечко надо менять голову. Следующее. Я встречалась с таким возражением. Я думаю, что многие из вас, ну не многие, дай бог, что не многие, когда говорят, вот мой знакомый был здоровый образ жизни, бегал по утрам, вегетарианством опять же, да? Не пил, не курил, а умер от онкологии 50 лет. Ну, можно сказать, что все правильно. И это хорошо, и это, и это хорошо. Но он, значит, не делал того, что есть у нас, что мы даем человеку. А что мы ему даем? Система. Ощелачивание. Вот это все, что он делал, это все хорошо и замечательно. Он, может быть, очистки проводил по разным методам, да? И ездил в санаторий и так далее. Ощелачивание он не делал. И теперь давайте поговорим, что такое щелачивание. Вам это интересно? Да. А? Да. Потому что многие это знают, но напомнить нам он никогда не чрезвенно. Правильно? У нас есть такой показатель, который называется PH. Да? Это что такое PH? Щелачивание. Правильно. Показатель количества ионоводорода. А что такое ионодорода? Электрон. А? Что такое ионодорода в каком соединении? Глокопричевание. Кислота. Кимик, правиль. Кислот. Напомню. Какие бы мы знаем. Школьная программа. Я бы никуда дать школьную программу, не пойду. соляная говорились ученые так договорился наука кислота и вот этот когда здесь сто процентов вот этих елок это состояние называет до 100 процентов но мы это почитаем за 0 в этой шкале здесь увеличивает здесь здесь будет 14 этот полюс нас какой если этот кислотный щелочной что делает у нас щелочной что ваш гидроксильная группа называется вы знаете школу так ваш минус значит вот здесь сто процентов кисло здесь процент сто процентов щелочи здесь 50 на 50 чего что делает щелочек какие элементы мы знаем щелочные кальций калий как он будет о аж еще что кальций как будет о аж дважды кальций классный а щелочек или почему сразу две гидроксильные группы присоединяем еще как у тебя много магний о аж а зон гидроксильная группа и еще какой на 3 когда у человека обезвоживание когда у человека всевозможные проблемы он приезжает и он приводит в больницу ему делают кафельницы ставим и драться в чем у кого на грехло физиологический раствор вот ему как будет на 3 9 процента раствор врачи то это все знают я вам рассказываю не какие-то сказки это то что от врачи оперируют оперируют они это в критических состояниях вот здесь у нас семерочка в организме есть константа которую организм будет поддерживать всеми всевозможными средствами чтобы сбить как бы вот до последнего если вот здесь мы поставим восьмерку то вот здесь будет очень маленькая вот такой промежуточек 735 745 вот это ph крови ph крови он немножечко разница в разных данных но я беру средний 735 745 чтобы вы так себе голову не ломали значит а за счет чего он будет это поддерживать если вы не вводите постоянно вот эти самые элементы калий кальций магний натрий то организм начинает у вас это вы помыть но есть такой элемент вот этот который в избытке присутствует где в нашей пище натрий он присутствует в нашей пище и когда вы встречаете человека который обильно солит свою еду любит все солененькое это говорит о чем не нахватку на нехватка даже не понимать человек за и след просто колоссально да но если ощелачивание натрием это самое последнее дело не зря соль называют белая смерть на лекциях мы подробно разбираем почему нельзя щелачиваться на если организм не получает вот этих самых элементов то он начинает вымывать его из всевозможных органов ткани у нас волосы ногти ногти мышцы огромное количество кальция на пути мышцы без кальция магниевонасос они лучше вообще не работают не проходит нервный пульс по мышцам человек живет год работает и чувствует у него слабость и так далее в отпуск ему очень хочется водку едет за границу едет на курорты отдыхает помните советское время своих родителей в санаторий приезжает а у него вся та же слабость почему кальций вымывается он как вымывался как и как и был он закислен так он и закисляется теперь смотрите что происходит когда организм закислен когда происходит закисление оно происходит закисление у нас когда-то второе удивительное что бы мы с вами не делали и даже когда мы в покое находимся мы все время закисляемся почему мы сами все время закисляемся почему потому что наш организм это биохимическая фабрика не каждую минуту проходят миллионы биохимических реакций и для каждой реакции нужна энергия откуда мы с вами получаем энергию из пищи что в пище нам дает энергию быструю хорошую энергию что за такой сахар глюкоза то есть мы получаем энергию из глюкозы что такое глюкоза это не просто так вот взяли скушали сладкую конфетку шоколадку и у нас сразу появился нет идет очень длинная цепочка всяких превращений и сахар когда в этой цепочке превращается в энергию у него все продукты его промежуточного отмена это кислоты вы занимаетесь спортом не тренированный человек пришел спортивный зал или там на участке как в россии на лопатах на своем огороде ковырялся или значит на велосипед сел до этого не ездил после этого прошелся что болит все мышцы болят почему что такое молочная кислота что такое мало куда наберется молочная кислота работа мышц что в этой работе важно от чего они работают энергия откуда мы получаем над из глюкозы промежуточный про продукт глюкозы молочная кислота но она образуется в том случае если и не хватает для этого кислорода когда мы нет нетренированы у нас слабая система капилляра кислорода мало и образуется много молочной кислоты это один из продуктов побочный продукт глюкозы в этом все на себе испытывали а вот когда вы хорошо тренированы или просто так пробежались или еще что-то вас ничего не болит но процесс это идут почему потому что глюкоза превращает уже в пиро виноградную кислоту я вам называю этот термин потому что вы понимали что кислота что везде продукты это все кислоты и конечный продукт кислоты с которым все-таки мы глюкоза из которой мы получаем энергию это а т.ф. слышали там да аденозин 3 фосфорная кислота а когда-то энергия получается когда один из этих радикалов фосфорных там есть 3 фосфорных радикалов отрывается и получается энергии и вот за счет этой энергии мы как раз и существует а получается аденозин дифосфорная кислота то есть все продукты глюкозы они кислые а мы с вами говорили да про чем который сделал здоровый образ жизни якобы бегал себя закислял значит если человек умер от онкологии были какие-то стресс но все время будут какие-то переживания будут каких-то обидах шоку стресс вообще такой мысль